МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мужчина попросил хозяйку одолжить денег. Увидев, что у хозяйки остались деньги, мужчина, угрожая насилием, потребовал у потерпевшей все наличные и ювелирные украшения. Женщина требования выполнила, передав злоумышленнику деньги и украшения на сумму свыше 700 тысяч рублей. Получив желаемое, супруги напали на потерпевшую и нанесли ей не менее 19 ударов в область головы и тела. Сразу после этого мужчина накинул на шею женщины шарф, который передала ему супруга, и задушил потерпевшую. С целью сокрытия следов преступления злодеи переместили тело потерпевшей в ванную и включили воду для создания иллюзии некриминального характера смерти потерпевшей. Благодаря тесному взаимодействию следователей-криминалистов СК Подтверской области с сотрудниками областного ОМВД, оперативности и следования получаемой информации были собраны доказательства причастности лиц к совершению преступлений. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем по уголовному делу прокурорам утверждено обвинительное заключение. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу. На 238-м километре автодороги России в Вышневолодском районе области Hyundai Solaris выехал навстречу, где столкнулся со сканей. На месте погибла женщина-пассажирка иномарки. Позже скончался и водитель Hyundai. На берегу реки Тьмаки, улицы Дарвина областной столицы, работники Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры и управления МЧС России по Тверской области при поддержке администрации Твери расчистили земельный участок и высадили березовую аллею. Проходящее в рамках всероссийской акции «Сохраним лес» мероприятие призвано подчеркнуть ключевую роль экологии в жизни каждого человека, продолжить славную традицию благоустройства территории города. Ранее пустовавший берег реки украсили 100 берез. Участники акции выразили надежду, что жители Твери поддержат их инициативу. Редактор субтитров А.Семкин